Здравствуйте, меня зовут Вайнер Сони, я руководитель проекта «Хонукальная свеча». Первая свеча Хануки имеет особое значение. Мы знаем, что Всевышний в первый день сотворения мира отделил свет от тьмы. Так и мы, зажигая первую свечу Хануки, отделяем светлый праздник от повседневной жизни, вспоминаем и говорим о чуде. Когда я была маленькой, то каждый год с нетерпением ждала, когда по телевизору покажут церемонию вручения премии «Скрипач на крыше», где отмечаются люди, которые внесли большой вклад в развитие культурной и общественной жизни страны. Особые эмоции у меня всегда вызывало зажигание первой Ханукальной свечи участникам церемонии. Это и вдохновило меня на создание проекта «Ханукальная свеча». Этому проекту уже 4 года. Все это время мы вспоминаем Ханукальное чудо, зажигая первую свечу вместе с людьми, которым важно не чувствовать себя одинокими. В пятом классе мы столкнулись в школьном музее и зажгли Ханукальную свечу вместе с нашими подопечными, бабушками и дедушками. Мы накрыли для них стол и поставили спектакль по рассказу Башевича Зингера «Сила света». В этом спектакле рассказывается о Ханукальном чуде, случившемся с детьми Давидом и Ривкой в Варшавском гетто. В подвале разрушенного дома они нашли агарок свечи, который дал им надежду на спасение. Я в этом спектакле играла рифку. Спустя много лет Башевич Зингер встретился с семьей этих детей, у которых были уже свои дети. Они рассказали ему эту историю, по которой позже Башевич Зингер написал этот рассказ «Сила света». На следующий год первую Ханукальную свечу мы зажгли вместе с детьми из детского дома Байтхая и отпраздновали вместе Хануку. Нам было очень важно увидеть этих детей счастливыми. Мы подарили им подарки и весело провели время. Для нас это очень важно, потому что никто не должен быть одинок, ведь Ханука – это символ единства еврейского народа. Именно поэтому на следующий год первую Ханукальную свечу мы отправились зажигать в Центр палеоативной помощи в отделении хосписа. Нас там знают и всегда ждут. Обычно нас встречают, и мы расходимся по палатам, где дарим угощение. В тот раз мы привезли Ханукальные пончики и подарили небольшие Хануки. Нам было важно, чтобы пациенты хосписа почувствовали себя как дома, почувствовали себя нужными. Для многих эта свеча стала свечой надежды. В этом году, продолжая нашу традицию, первую Ханукальную свечу мы зажгли в деревне Орешки, которая находится под Можайском. В этой деревне было расстреляно все еврейское население Можайской окрестностей во время Второй мировой войны. Эту свечу мы зажгли в память о них. Нам было очень важно это сделать, потому что никто не должен быть забыт. Мы уже знаем, где зажжем следующую Ханукальную свечу, и мы готовимся к поездке в Змеевскую балку. И поскольку мы хотим продолжать нашу традицию, то мы привлекли ребят из шестого класса, и в эту поездку мы отправимся вместе с ними. Змеевская балка – это крупнейшее в России место захоронений и крупнейшее место геноцида евреев. В Израиле есть традиция загадывать желания во время зажигания Ханукальной свечи. Нам хочется, чтобы все желания исполнялись, и чтобы мир стал чуть-чуть светлее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова